Привет, мои ленивые желточки! Ну ладно, уже не ленивые, у нас уже третий день нашего марафона по фотографиям и сегодня тема макросъемка. Что для этого требуется? Какие телефоны подходят, какие нет? И если не подходят, что мы можем с этим сделать? Какие варианты макрофотографии могут делать мастера? А ведь это не только подкутикульное царство. На самом деле в макро можно делать очень много крутых вариантов. Так что давайте сейчас посмотрим на них. В мобильных телефонах очень мало моделей, которые имеют действительно хорошую макросъемку, поэтому на помощь приходят макролинзы. Вы сейчас видите на экране три разные по типу и размеру макролинз. Линзы в магазинах могут называться как макрообъектив или макрокамера, и если у вас ее еще нет, то перед покупкой я рекомендую примерить, потому что не всегда макролинзы могут подходить по размеру объектива к телефону. В ином случае вы будете получать очень темные углы на фотографиях в режиме макро. Так как линзы могут отличаться различным параметром увеличения, то и расстояние между объектом и вашим фотоаппаратом, либо камерой тоже разное. Например, у мелких линз у меня расстояния практически нет, это где-то 3 сантиметра. А когда я устанавливаю крупную линзу, то у меня расстояние увеличивается раза в три от ноготков, либо того объекта, который я фотографирую. Это очень важно. Как понять, на какое расстояние нужно отодвигать телефон? Просто смотрите на камеру, чтобы у вас был фокус. То есть, чтобы линза сфокусировалась, и вы могли сделать четкий яркий снимок. Для создания макрофотографии не обязательно фотографировать только кутикулу, можно фотографировать типсы, можно фотографировать гирлаки. Круче всего и больше всего мне нравится фотографировать гирлаки с эффектом глиттера, где очень много различных частичек. Как раз в макросъемке очень вкусно это показывать у себя в профиле и писать, например, такие посты про те материалы, с которыми вы работаете. В режиме макро также круто смотрится не только фотография, но и видео. Поэтому не пренебрегайте функцией видео и публикуйте такие ролики для описания какой-то продукции или обзора продукции, на которой вы работаете. Ну и, конечно же, стразы. Фотографируйте чаще стразы в макро, они смотрятся просто бесподобно. Причем не важно, начехляние AirPods, либо просто россыпью вы решили сфотографировать новинки, которые вы приобрели, либо на ногтях. Чтобы разбавить вашу ленту профиля, не обязательно выкладывать сертификат после обучения. Можно сфотографировать макро тонкую кисть и описать как раз процесс обучения или, например, отзыв о курсе. На мой взгляд, еще очень крутое преимущество макросъемки, что линза самостоятельно размывает фон. В фокусе у вас остается только тот предмет, который вы фотографируете. Теперь ваша задача сделать макросъемку. Если не знаете, что сфотографировать, смотрите следующую фотографию и номер вашего лайка под этим постом подскажет, какой предмет необходимо сфотографировать в макро режиме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!